Привет! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг». Прямо сейчас вы видите отличный технический контент. Не забудьте зайти на наши соцсети. Там у нас акция с промокодами. Заходим, получаем скидку и получаем отличные запчасти с быстрой доставкой. У нас есть огромный спектр запчастей, в том числе очень много кузовщины. Вы просили в комментариях немцев. Итак, встречаем ОМ642. ОМ642 – это первый и последний дизель Mercedes с V-образным алюминиевым блоком и шестью цилиндрами, который пришел на смену 5- и 6-цилиндровым рядным дизелям в 2005 году. Этот двигатель выпускается до сих пор. Например, с ним можно купить новый спринтер. Его устанавливали на огромный спектр автомобилей Mercedes от C-класса до Гелендвагена и огромного GL. Также его можно встретить на американских автомобилях, таких как Jeep Grand Cherokee, Commander, а также Chrysler 300C. Также его можно встретить на североамериканских клонах спринтера под марками Dodge и Freightliner. В зависимости от автомобиля и варианта исполнения двигатель ОМ642 развивает от 184 до 265 лошадиных сил, крутящий момент от 510 до 620 ньютон-метров. Двигатель здесь имеет нетипичный угол развала цилиндров в 72 градуса. Привод ГРМ приводится двухрядной цепью. Кроме того, эта цепь приводит балансированный вал, который находится в развале блока. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана, которые приводятся рокерами и гидрокомпенсаторами. Также здесь топливная система от Bosch Common Rail третьего поколения с ТНВД CP3 и пьезофорсунками. А пьезофорсунки впрыскивают топливо в цилиндре под давлением до 1600 бар. Двигатель ОМ642 очень надежный и может пройти более 500 тысяч километров. Но он нуждается в квалифицированном ремонте и, естественно, хороших расходниках. Но также надо знать о его нюансах и проблемах, о которых мы сейчас расскажем. Мы хотели бы показать вам клапан вентиляции картерных газов, но его здесь нет, потому что он расплавился и исчез. Он здесь классической конструкции с подпружиненной мембраной, то есть воздух всасывается непосредственно перед турбиной. Там мембрана, которая изнашивается со временем, теряет эластичность и ее надо менять или заменять целиком весь грибок. При разрушенной мембране нарушается регулирование вентиляции картерных газов. На это можно обратить внимание, сняв пробку маслозаливной горловины. Поставить ее вот таким образом. И если она начнет подпрыгивать на рабочем двигателе, то значит в картере либо под клапанной крышкой избыточное содержание картерных газов. Ну и в таком случае, как вы понимаете, мембрану либо целый грибок надо менять. Вводная часть закончена. И сейчас мы начинаем нашу разборочку, а мы продолжаем знакомить нашу аудиторию с квалифицированными сотрудниками компании «АвтоСтронг». Итак, встречаем сегодня с нами Андрей. Андрей прямо сейчас снимет переходник, который отсасывает картерные газы. Любопытно, что картерные газы отсасываются из-под клапанной крышки не с помощью обычной трубочки, а с помощью вот такого переходника. В этом переходнике есть вот такая прокладочка-сальник, которая со временем изнашивается и начинает пропускать масло во впуск. Именно эта манжета является причиной обильного количества масла во впуске двигателя ОМ642. Этот переходничок продается как отдельная запчасть. На двигателе ОМ642 воздушные фильтры стоят по бокам. Каналы соединяются вот здесь и входят в турбину. Здесь находится пластиковый V-образный патрубок, в народе называется «Чайка». Здесь находится резиновый уплотнитель характерного красного цвета, и при любых манипуляциях с «Чайкой» его желательно менять. Потому что масло из впускного коллектора, если начнет сочиться, то попадет на сервопривод заслонок и может его разъесть. Пьезоэлектрические форсунки надежные и на хорошей солярке ходят 300 тысяч километров, на плохой солярке они ходят 150 тысяч километров. Если двигатель плохо работает и мы видим черный дым из выхлопной трубы, значит проблема в форсунках. Они очень хорошо диагностируются диагностическим ПО по параметрам адаптации. Параметры адаптации выравнивают износ форсунок и поддерживают двигатель в рабочем состоянии. К сожалению, они не подлежат комплексному ремонту. Можно заменить только распылители. Если это не помогает, то значит надо покупать новые форсунки либо же БУ. БУ вы знаете, где найти хорошие форсунки по лучшей цене – в «АвтоСтронг-М». Вообще преимущество пьезофорсунок в их быстродействии. То есть вместо двух прысков топлива, как у соленоидных предшественников, пьезофорсунки могут сделать до пяти. Это улучшает экономичность и экологичность двигателя. МВД Bosch CP3 третьего поколения не потерял в надежности и служит сотни тысяч километров. Обычно на себя обращает внимание вот этот клапан – клапан контроля количества подаваемого в насос топлива. Если с клапаном что-то не в порядке, то фиксируется ошибка P0087, которая указывает на низкое давление топлива в топливной рампе. В двигателе OM642 две топливные рампы. На каждой топливной рампе установлен датчик давления топлива и регулирующий клапан. Регулирующий клапан стравливает лишнее давление в рампе. ТНВД Bosch CP3 в исполнении для Mercedes не оборудован механическим подкачивающим насосом, который бы стоял вот здесь. Он оборудован электрическим подкачивающим насосом, который стоит в баке. Он нагнетает топливо при включении зажигания. Воздух-двигатель OM642 нагнетает единственная турбина GT 2056-10. В, которая установлена в развале блока. Естественно, турбина с управляемой геометрией и с электронным сервоприводом. Турбина надежная, но при больших пробегах могут случаться и проблемы. То есть из-за обилия сажей масляного нагара могут подклинивать лопатки геометрии турбины. Также может разрушиться пайка в электронном актуаторе, но эта проблема решается пайкой контактов. Все неисправности с турбиной чаще всего вызваны неисправностью в самом двигателе. То есть разболтанные вихревые заслонки препятствуют потоку всасываемого воздуха. И это вызывает пульсирующее давление, которое очень пагубно влияет на лопатки турбины. И еще одна проблема, связанная с турбиной. Это выпускной коллектор, который сделан из высокоуглеродистой стали. Дело в том, что здесь много сварных швов, которые крошатся и окаленность них бомбардирует ротор турбины, вызывая дисбаланс. Крыльчатка у нас здесь без сколов. Но если у вас случилась такая проблема и вы будете менять турбину, то ее надо менять вместе с выпускным коллектором. Потому что если вы не замените выпускной коллектор, то он разрушит и следующую турбину. Турбина установлена на вот таком столбике. В этом столбике находятся каналы для подачи и слива масла картриджу турбины. Когда мы снимаем вот этот столбик, то масляные каналы становятся очень уязвимы к попаданию всей вот этой грязи. И бывали реально случаи, когда ремонтники по незнанию допускали попадание грязи в масло и моторы реально начинали стучать через две недели после ремонта. И реально эта тема приводила к тому, что вкладыши изнашивались либо даже проворачивались. А хитрожопые ремонтники говорили, что это дело в масле хреновом либо же в изношенном маслонасосе. Двигатель OM642 оснащен вихревыми заслонками. Вихревые заслонки соединены сервоприводом вот такими хлипкими пластиковыми штоками. Дело в том, что ушки штоков могут разбиться и тогда происходит дисбаланс в открытии. И тогда заслонки открываются несимметрично. Это все замечает компьютер и фиксирует соответствующие ошибки. Кроме того, этот хлипкий шток может просто отломаться и тогда заслонки будут просто жить своей жизнью, открываться и закрываться когда-нибудь вздумается. Если у вас проблемы с вихревыми заслонками, то по заводу его надо менять полностью, потому что вот эти вещи отдельно не продаются. Но в продаже есть более мощные металлические штоки. Самый кардинальный метод это удалить штоки, удалить заслонки и отшить их из ЭБУ. Заслонки всегда подклинивают от нагара и сажи, и впускной коллектор надо чистить. В развале блока установлен теплообменник. Теплообменник это фактически радиатор, который не позволяет маслу нагреться свыше 130 градусов. Дело в том, что автомобили, выпущенные до 2010 года, не везучие, потому что с завода были сюда установлены некачественные уплотнительные прокладки, которые давали течь масла прямо в развал блока. Течь масла могла быть настолько сильной, что это приводило к падению давления в системе смазки и от этого очень сильно страдали вкладыши. Чтобы поменять эти прокладки, надо разобрать мотор вот до такого состояния, а когда мы будем его собирать, надо поменять все уплотнители. Здесь их порядка 15 позиций и это займет 6-8 часов. Продолжение следует... На минуточку вернемся к системе вентиляции картерных газов. Здесь установлен сепаратор, который отбрасывает масло и картерные газы переходят через вот этот переходник. Мы вам его уже показывали. И вот этот сальник герметизирует соединение с распредвалом. Ну и если говорить о состоянии распредвалов, то они у нас ходили бы и ходили. Вот такой замысловатый поддон на двигателе OM642 это для того, чтобы можно было поставить полный привод. Двухрядная цепь ГРМ в левом блоке приводит выпускной распредвал, в правом блоке впускной распредвал. Остальные распредвалы приводятся зубчатыми передачами. Цепь не вызывает никаких проблем и ходит более 300 тысяч километров. Потом она может растянуться. Это походу самая длинная цепь, которую мы только встречали в наших разборках. Одна голова хорошо, а вторая хуже. Посмотрите, какая красота. Как будто у мотора пробег 20 тысяч километров. Вы хотели трэш? Получайте. Походу мотор загорелся, его тушили и он заржавел. Все, что надо знать об этом блоке. Блок алюминиевый, гильзы чугунные и с ним вообще в принципе ничего плохого не происходит. Ходит и ходит. В нетронутом блоке мы видим отличный хон, а в ржавом не видим. Здесь мы видим маслонасос. В некоторых случаях производительность его снижается и тогда мотор естественным образом начинает стучать из-за изношенных вкладышей. Музыка Привы Музыка Естественно, алюминиевый блок такого могучего дизеля усилен вот такими здоровыми стальными бугелями. Ну а по износу вкладышей все очень даже хорошо. Износ минимальный. Ну а сейчас мы попробуем достать несколько поршней с нашим новым другом. Андрей, приступайте. Прошло полчаса. Из-за ржавчины в цилиндрах мы не можем снять поршни с нашим новым другом. Прошло еще немного времени и мы победили AutoStrong. Не часто, но известная проблема двигателя OV642 – это проворачивание вкладышей коленвала. Пострадать могут как все вкладыши, так и некоторые. Даже пострадать могут вкладыши первой опоры, которые находятся ближе всего к маслонасосу. Никто не знает, из-за чего это происходит. Видать, из-за того, что теплообменник не справляется с охлаждением масла и масло теряет свои свойства. По состоянию у нас все хорошо. Износа мы не наблюдаем. Но смущают вот эти синие полоски, которые как раз таки и указывают на перегрев. Ну и естественным образом вода в двигателе ни к чему хорошему не приводит. По состоянию уцелевших поршней все в порядке. Маслосъемное кольцо, компрессионные кольца не залегли, даже графитовое напыление присутствует в полном объеме. Соответственно и по вкладышам у нас никаких вопросов нет. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно надежный, распространенный и успешный мотор. Если бы с данным экземпляром не случилось возгорание, то он бы еще очень долго радовал своих владельцев. Если вы хотите знать об моторах и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, звоните, покупайте отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».